Я хотел в начале служения, тут у меня лежит одна книжка, ее написала знаменитая проповедница Джойс Майер, и называется она мир, и под ней идет под текстом, все свои заботы возложите на него, мы вообще в конце августа, в конце каждого месяца поздравляем именинников, и в крае на всякий месяц поздравяваме хората, които са имали рожден ден, и днес искам особено да отбележам, една именинница, рожденица, я специально так сделал, нарочно го направих, това е особен човек за нас, она вместе с нами со дня основания церкви, в 2012 году была основана церковь на скале, и вот она как пришла в церковь, так она вот все эти годы, и в тези години, она уже с нами, постоянно обеспечивает, я подписал эту книгу, ее зовут Наталья, фамилия у нее Позвантова, давайте поприветствуем. Можно вас, что, поблагодарю в этой книге вас за то, что вы со дня основания с нами поддерживаете, обеспечиваете нам надежное ТЛИ, всегда от вас идет поддержка на кухне, финансовая группа, молитва, и здесь вложено также и финансовое благословение от церкви, лично от меня, потому что мне это приятно сделать, чтобы у вас в сердце осталась память, хорошая память о церкви и желание продолжать идти дальше, даже в большей степени не за нами, конечно, но в первую очередь за Христом, а потом уже за нами, поэтому с днем рождения. И пусть Бог вас благословит. Примите подарочки. Можете что-то хотите сказать? В общем-то, очень приятно. Много меня приятно. Поздравляют. Куда-то чистите. Особенно, когда тебе 75 лет. Куда-то синосидам десе и поэт гудини. Немало. И когда я прихожу в церковь, я себя чувствую значительно моложе. Куда-то посаждаем церковь, я себя чувствую помлада. И словами пастора. И через думы ты на пастора. И через ваши ты думи. Я как бы наполняюсь, наполняюсь, наполняюсь. Испыл вам се, и се испыл вам. И после лети. Какой я себя чувствую? Ну ладно, не 20 лет, но 50 лет. Слава на Богу. Усэштам се не на 20, но пыльня на пайде сей гудини са чувствуем. И благодаря на всички за пожеланията и да доживеете още повече от мен. Спасибо большое. Слава Богу. Слава на Бога. Наверное помните о чем я в прошлый раз проповедовал. Може би се вспомните за какого проповедвах миналепот. Потому что у нас началась такая тема. Започна такава тема. 12 духовных шагов. 12 духовни стыпки. Знаменитая 12-шаговая программа. Знаменитая 12-та стыпкова программа. Мы прошли первые три шага. Ни именахме первые три стыпки. Вам эта тема интересна? Тази тема интересна ли ви? Эта тема, она актуальна в это последнее время. В последнее время тази тема е много актуална. Более того, скажу, что она в принципе была актуальна во все времена. И тя е актуална през всичките времена на човеке. Потому что все мы люди. Защото всички не сме хора. И у каждого из нас была какая-то зависимость. Всех един от нас имал некаква зависимость. До уверования. Преди до поверва. Вот давайте мы... Вот тема моей проповеди сегодня. Истина да сделает вас свободными. И днешната тема е истината, что ви направи свободни. Давайте откроем вместе Евангелие от Иоанна. Восьмая глава. Осмая глава. С три второго стиха. От три второго стиха. И прочитаем слова Иисуса Христа. Что прочитаем? Думайте на Иисус Христос. На проекторе можно прочитать на болгарском языке. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали. «Мы семьи Авраамовой, и не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им. «Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истина, свободны будете. Скажи аминь на это. Скажи ты аминь. Все мы были когда-то рабами того или другого греха. Но благодаря Иисус Христос мы стали свободными. Я рассказывал, что более 30 лет тому назад я в 1991 году веровал. И у меня было много зависимостей. То есть у меня была полинаркомания. То есть я испробовал все наркотики. Испробовал всички наркотики. И благодаря Иисус Христос Бог меня освободил. И благодарение на Иисус Христос Бог меня освободил. И кто-то мне может сказать сегодня, ну, бывших наркоманов не бывает. И некой может докажать, че няма бивши наркомани. И так между собой про себя где-нибудь так в колуарах. И че ням может пак да се врешташ кам това. Както и бил наркоман, так каков ще остане. Може би взима някаква доза, все пак. И аз приличам на човек, който някога е под кайф. Потому что я объяснял, что когда на меня сходит Дух Святой, то выделяется огромная доза эндоморфина. Но отличие от эндоморфина от других наркотиков. То Бог нас устроил так, че Бог така не устрои, что в нашем головном мозге находится один орган. И он называется гипофиз. И он выделяет периодически эндоморфин. И периодично там се уделят эндоморфини. Его еще называют гормон счастья. Просто немножко напоминаю о том, о чем я говорил. Просто ви напомним за то, о кое-то говорих. Но этот эндоморфин, в отличие от всех других наркотиков, он не имеет никаких абсолютно никаких страничных эффектов. Вызывает у человека счастье. То само человек започивает да испитва счастье. Огромный перелив на радость. В этот момент человек абсолютно счастлив. Но ученые доказали, проводились обширные исследования в Америке, что этот гормон он выделяется в основном у тех людей, которые активно молятся. Че този хормон се отделя при хората, които активно се молят. Вы хотите быть счастливыми? Искате ли да будете счастливи? Молите се. Молите се. И затова пише, непрестану се моляте. Винаги се радвайте. И за всичко благодарите. Всего лишь три основных поспалата. Знаете, слава Богу, что мы когда-то с Натальей стали участниками. Слава на Богу, че с Натальей някога станахме участници. Открытие мощного центра реабилитации в Казахстане. При утварении на мощный реабилитационный центр, который открыл Володя Крючков, который получил освобождение от наркотиков в Израиле. Я, кстати, очень безмерно рад, что Израил сейчас участвует в нашей группе прославления. Соло-гитарка, хорошо, да, сегодня вписалась? Ариэль совсем недавно приехал из Израиля. И сразу же вошел в нашу группу. И веднага влязла в нашата группа. Слава на нашия Бог Иисус Христос. И что мы наблюдали в центре реабилитации? Наташа подтвердит. Наталья, что ты можешь подтвердить? Мы были свидетелями. Каждое утро в центре реабилитации бывшие наркоманы, бывшие уголовные авторитеты, бывшие рецидивисты с тяжелыми наркотическими с тяжкие наркотические зависимости очень сильно молились в молитвенном помещении. Как-то приехал к нам в Петровку журналист. И когда мы пригласили его на молитвенное служение, много силно, ребята молились очень громко и неистово, я бы так сказал. те много силно са се молили, много високо. Знаете, они молились с духом. Те са се молили с духом. И там всегда стояло мощное присутствие. И там винаги имаше мощно присутствие. Но такое густое. Много гъсто. Что просто можно было почупать. Просто все тело начинало трепетать. Цялото тяло започваше да трепери. Все тело покрывалося мурашками. Цялото тяло се покриваше с мраб с трубки. От силата на святия дух. Зашел журналист. Посмотрел на все это безумие глазами. Потому что что написано в Писании? Для душевного человека. Писание пишет за душевен човек. Все это есть безумие. Весть о Христе это есть что? Юродство проповеди. И новина за Христос твоя юродство на проповеди. Крыша поехала у ребят. Вот так что-то скачет, что-то неистово кричат. На непонятном языке. Но была явная сила Божия. Чудеса происходили. Чудеса се совершивали. Кто-то тут же получил исцеление. Кто-то упал, трясется, получил освобождение. И когда журналист вышел после молитвенного, молитву нашло не меньше часу. И журналист нам сказал, но это же нечестно. Что нечестно? Вы же используете здесь какая-то сила. Вы явно используете какую-то силу. Что это? Это магия какая-то? Какая-то какая-то магия? Что происходит вообще? Какой-то случай? Они вот так скачут, они так кричат. Но видно, что они счастливые. Мне непонятно. Но я думаю, что это нечестно. Вы знаете, мы на каком-то этапе приняли решение журналистов не приглашать. И на един этап решить потому что обязательно информация будет искажена. Потому что человек, который пришел из мира, вот он сегодня придет в наше собрание. Посиди с нами немножко. Он выйдет из служения. И скажет своим близким друзьям. Они там все чокнуты. Начиная с пастора. Започвайки от пастора. А пастор вообще наркоман. А пастор вообще наркоман. Все, конченые ребята. Туда больше не нагрузят. Так оно и есть. И такая са случва. Потому что апостол Павел об этом пишет. Апостол Павел пишет за два. Тване за первый опыт. Всегда так происходит. Винаги такая са случва. Душевные приходят и ничего не понимают. Душевные идут и ничего не разбирают. О чем вообще говорить? За какого все говорим. Ну вы знаете, я проповедую силу Божью. Аз проповедвам Божията сила. И апостол Павел об этом пишет. И апостол Павел пише за това. Не в премудрости человеческой. Не в премудрости на човека. Но в явление силы и славы. Аминь. Но в явярването на силата и славата. И вот я сегодня об этом. И днеска говоря за това. И знаете, просто напомня первые три шага. И ще напомня първите три стъпки. Първата стъпка казва, что мы признаваме своето пълно безсилие. Пред наркотици, пред алкоголем. Зависимости много. Има много зависимости. Приходит един очень богат человек. Доктор. Искам тайно да ви кажа. У меня клептомания. И я вот куда-то приду. Ид вам някъде. И вот мне это не надо. Я богатый человек. Вот ручка лежит. Има химикалка. С моим знакомым. Мой-то приятел идут. Куда-то в банк зашел. В банк влязух. И раз эту ручку вот так в карман. И я взимам този химикал и го слагам в своя джоб. Мне она не нужна, эта ручка. Не мит трябва този химикал. Но мне хочется оттуда что-то унести. И искам нещо да вземал там. От друзей своих что-то раз. От своите приятели да взема нещо. Слагам го в джоба. Понимаете? Есть вещи, которые объяснить. Има неща, което не е възможно да ги обясним. Просто приходит какое-то наваждение. Знаешь такова? И идва някакво соблазн. И просто человек делает то, что он вообще не хотел делать. И човек прави нещо, което дори не искал да прави. И след тремя това се превръща в система. Вы знаете, у пророка Исаия написано так. Пророк Исаия пишет така. Бог отпускает измученных на свободу. Бог пускает те, което се измучени на свобода. Вы знаете, Бог не всех освобождает. Понимаете? Вы ловите эту главную мысль. И разберете основным это мысль во пророк Исаия. Бог исцеляет сокрушенных сердцем. Бог исцеляет те, което се сокрушени со сердцем. измучених на свободу. То есть Он отпускает на свободу только тех, и Той пуска на свободу само тези, които са измучени, които им написано надоело бороться самим, които вече не иска да се борят сами со своите собственни сили. И они наконец поняли, что бесполезно. И те разбрахат, че е бесполезно. Сам я без Бога не смогу. Без Бог няма да мога. И они приходят к Богу и обращаются к Нему. Те идут при Бога и им се обръщат към Него. И когато започнах да читам планинска проповедь, и я сразу ее не понял. Не я разбрах веднага. Потому что написано блаженны нищие духом. И вот таковых есть Царство Небесное. Я только уверовал. Я обратился к Господу. Господи, я не понимаю, что значит блаженны нищие духом. Это как вообще? И вы знаете, Бог показывает мне такую картинку. И Бог мне показывает одна картинка. Вот стоит на паперте нищие. Он абсолютно нищие. Той на полну беден. Он настоящий нищий. Но не те, которые иногда бывают коммерцию делают. Нет, если нарочно справят на бедние за все. Че все равно немат крака, но наистина имат крака, просто имитират, за да вземат пари. А есть такие нищие, которые, если ты ему сегодня не дашь, он может реально умереть от голода. И вот в глазах есть просто некое отчаяние. Они могут вообще ничего не говорить. И как правило они ничего не говорят. И всъщност ничего не говорят. Настоящее нищие. Истински бедние. Аз го гледам и виждам, че той се нуждае. И Бог побуждает обязательно дай му. И Бог ми казва, че трябва да му дам нещо. И Бог ми показа тази картинка, что истинно духовен беден он осознал свое состояние. Той е осознал своето состояние. Че неговият дух без Бога сега ще умре. Той вече е в мертвото состояние. И без Бога няма да живее. И този човек просто пада пред Богом. И осознава своето безсилие. Това е първата стъпка. И втората стъпка е това, че ние виждаме, че има по-могуществена сила от отколкото аз. От колкото зависимост ми и отколкото тази сила, която е зад тази зависимост. И ни казахме, че зад всеки наркотик, алкохол има демон. И ще ви го докажа. Работях в наркологична удаление, като лекар- психиатър. Знаете, что такое делириум tremens? Знаменитое выражение. Знаете ли израз? Оно в комедии даже звучит о том, что не буду вспоминать, я уже эти комедии не помню, как называются. И там врач с скорой помощи приезжает. А там одного человека, кавказская пленница, все правильно. кавказская пленница. Халлюцинации. То има халлюцинации. и спил повече алкохол. И доктор говорит делириум tremens. Белая горячка. Твоя белочка пришла. Белочка. Знаете, что такое белочка? Это галлюцинация. Вот смотрите, в состоянии алкогольного галлюциноза, люди всегда видят, практически всегда, видят одну и ту же картину. Почти тысячи хора видят една и съща картинка. И это очень подробно описано в атеистической психиатрической литературе. това подробно пише в атеистичной психиатричной литературе. Кого они там видят? Они видят чертей. Те виждат демони. Черных чертей. Черни. Зеленых. Зелени. Коричневых. Кофяви. Почему то обязательно с рогами. Задължително имат рогове. На копытах. На своите копита. С копита. С опашки. И те правят одно и също. Они унижают этого человека. Мат и сквернословие звучит. Псуват го. Водят его под контроль. И заставляют его делать какие-то страшные вещи. И карат човек да прави някакви страшни неща. Почему так? Я могу так сказать как ученые. Я раньше говорил можете смело назвать меня мозговедом. Може смело да меня назвать мозговедом. Мозговед. сегодня я профессор церебрологии. Это как раз заболевание главного мозга. И могу так сказать на основании всей той литература, которую мне пришлось прочитать. И в организм какой-то раздражитель, токсин, ако в организм поступва токсин, раздражает зрительный центр. Слуховой центр. В таком случае человек может увидеть все, что угодно. Человек может увидеть планеты, животные бегать. Но почему всегда черти? И за что им страшные атаки. Я объясню это очень просто. Потому что просто в определенных состояниях. Когда человек входит особенно в состояние порока, падает защита человека. И все шире и шире открываются врата для демонов. И человек в какой-то момент начинает видеть чертей. его духовные глаза открываются. Понимаете? Вы можете со мной согласиться? Можете ли да согласиться? что как я уже говорил, что человек может видеть все, что угодно, а начинает видеть демонический мир, который откровенно вламывается в его жизнь, и человек или заканчивает жизнь самоубийством, или кого-то убивает, или убивает някой. Другого выбора нет. Почему? Потому что написано, сатана есть от начала человека убийца. Он ненавидит человека. Его задача что сделать? Украсть, убить и погубить. И даже не просто убить, самое важное для дьявола ввести состояние души человеческой в состояние вечной погибели. Вот это и важно ввести состояние на душа того вечного погибел. Сразу скажу антипод обратную сторону. Открыл вам такой один секрет? Не все вам это расскажут. Не все пастори профессора церебрологии. Не все пастори сопротивляет на церебрологии. То может быть на пальцах одной руки. Я этим воспользуюсь. И вы знаете обратная сторона апостол Павел на самом деле открывает секреты. Он говорит я очень часто в постах в недомоганиях в гонениях за Христа. Три раза меня побивали и так далее. И потом он пишет часто в бдениях. То есть апостол Павел очень часто не спал. И имел возможность. Апостол Павел не спал. Как психиатр бывший я могу так сказать. Что когда человек не спит. Когато человек не спит. Одни сутки. Одно день на ноште. Две дни на ноште. Третьи сутки. Три дни на ноште. Раньше так пытали в НКВД. Преди так распитывали хората. Вид пыток. Просто забивали под ногти гвозди. Чтоб человек не спал. Са поливали са туде на вода. Заморажвали камеру. Всяческим способом не давали человеку уснуть. И не даваха на човека да спи. И какво се е случило? На четвёртое сутки човек има халюцинации. Човек без сна не може. Човек не може да не спи. Сон это что-то необходимое для человека на земле. Чтобы как раз таки дать возможность мозгу отдохнуть. И что происходит? Что происходит с апостолом Павлом? Что происходит с апостолом Иоанном? Я хочу сказать о том, что не все идите туда. Потому что это только для очень духовно твёрдых имеющих мощную цель. Мотивация. Апостол Павел честно не спи. Апостол Иоанн също честно не спи. след време духовните имучи се отварят. Духовния свят. Но они не видят чертей. Не видят демонов. А кого видят Бога? Они видят ангелов. Они видят духовный мир Иисуса Христа. Духовнее святное Иисус Христос. Божье тут царство. Понимаете о чём я? Потому что они туда всей душой. За что тут души ты им сочинником там. Алкоголики не спят. Аккухолицы не спят заради какого? Ради греха. Ради греха. Ради того, что вот ещё как-то забыться. Апостоли не спят заради Бога. Потому что нет времени для спят. Имат много срещи. И затова очите им се утварят в друго направление. Друга посока. Книга Откровения, если вы почитаете, я как психиатр скажу, что это просто аноэроидное переживание. Любой врач-атеист да вы что читаете вообще, ребят? Это же галлюцинос. Я скажу как верующим. О том, что это не галлюцинос. Это реальный духовный мир. Это реальный Иерусалим. Истинский Иерусалим. Который уже построен. Кто в это верит? Там уже золотые улицы блестят, как Но просто кому-то это дано видеть, но кто очень сильно хочет. Кому-то пока не дано. Но мы еще пока в других телах находимся. Но придет Христос нам будут даны другие тела. Когато дойде Христос ще имаме други тела. Други очи. Мы сейчас с этими духовными глазами иногда можем видеть, но чаще не видят. Духовные уши. Духовные уши. Но не винаги. Духовные уши. Исус Христос заговорит. Имеют глаза, но не видят. Имат уши, но не чувстват. И он удивляется. Слава Богу, правда? Слава на Бога. И днес продължаваме четвертата ступка към небето. И она звучит так, что шаг может прозвучать очень странно. Тази ступка может прозвучить странно. Для кого-то. Мы рассмотрели и оценили свой живот с нравственной точки зрения. Понятно, что когда человек открывает книгу 12 шагов, как я могу оценить свою жизнь с нравственной точки зрения. И смотря с какой точки зрения смотреть. зависит от кога глядна точка да глядаме. Если смотреть с моей нравственной точки зрения, то есть я себя сравнявам себе с сами себе с и человек има такого свойства на духовно падшее природо. Любой человек имеют удивительную способность очень легко и хорошо оправдывать все свои поступки хорошие и плохие и всегда себя оправдают. Это же человек очень прекрасно способность имеет да усыди всеки го, начиная с Бога, но не себе си. Само не себе си. Это свойство Адамова природа. Поэтому если оценивать себя с нравственной точки зрения на основании себя же самого то в этом нет никакого смысла. И что я в этот момент говорю ребятам? Хотите реально оценить свою душу, свою жизнь с нравственной точкой зрения? И открываю Яков. И там пише, когда мы открываем Писание, мы как бы смотрим в зеркало, рассматривая природные черты своего лица. Там написано, как я должен быть на самом деле. Аминь или няминь? И в этом отношении я всегда привожу людей к Нагорной проповеди. Сравните себя. Вот там написано. Люби тех, кто тебя ненавидят. Благословляй тех, кто тебя прокляли. Благославяй тех, кто тебя прокляли. Молите за тех, кто вас всячески гонит и обижает. Молите се за тези, които ви убиждат и ви гонят. Аминь или не аминь? Мы так поступаем? Поступаем или так? Ну, по крайней мере, когда я уверовал в Иисус Христа, для меня это было вообще шо, когда я первый раз это прочитал. Я был честен. Я сказал, я не соответствую. Я ненавижу. Я проклинаю. Иногда я готов убить. И понял, я готов до убия. В свое и Бог начал надо работать. Я действительно реально оценил свою жизнь с нравственной точки зрения. Вот он, критерий. Критерий на Иисус Христос. Ты живешь так, как Иисус Христос? Ты похож на Иисуса Христа? Излучаешь ли Его свет? Говоришь ли те же слова? поступаешь ли как в прошлый раз мы говорили? Те достигли совершенной любви, которые поступают в этом мире, точно так, как Христос поступал. Так написано. И вот здесь я проиграл. Господи, я признаю свою полную капитуляцию. я не соответствую. Я апостол Павел пишет, горе мне пропавший я человек. Кто спасет меня от тела смерти? И тут же добавляет. Благодарю Господом Богом моим Иисусом Христом. Спасен я сегодня. Аллилуйя. И вы знаете, вот этот четвертый шаг это запомните, запишите где-то себе, это знаменитая Нагорная проповедь, которая написана в Евангелии от Матфея с пятой по седьмой главы. Това известна планинская проповедь, которая записана в Евангелие от Матфея от пета до седьмой глава. И давайте мы пойдем к пятому шагу. И сега что утидем к пета стыпка. И пятый шаг он говорит признаем пред Богом и собой истинную природу наших заблуждений. Признаваме пред Бога и себе истинна природа на нашите заблуждения. Заблудим. Давайте мы вместе откроем послание к римлянам. Отваряме послание к римляни. Третья глава с девятого стиха. От девяти стих. И здесь апостол Павел пишет так. Апостол Павел пишет так. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и илины все под грехом. Как написано, нет правильного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все собратились с пути до одного негодные, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословий и горечи, ноги их быстрее на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом, так что заграждается всякий уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, никто, никакая плоть, ибо законом познается грех, ибо ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили, вот запомним давайте 23 стих, запомним 23 стих, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати и его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил жертву милостивление в крови его через веру для показания правды его в прочтении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия показанию правды его в настоящее время, доявится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры, ибо признаем, что человек оправдается верою независимо от дел закона. Вот в этом месте апостол Павел очень четко и очень красиво очень честно описывает человеческую природу. Ничего хорошего, правда? Ничто хубаво не могу. Но самое главное, что все согрешили, все согрешили, запятая и лишены славы Божьей. Без Христа и до Христа весь мир он был обречен на погибель. Но пришел именно вот в тот момент, когда все уже было обречено, Бог послал Сына Своего единородного, Дабы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечная. Вы знаете, вот когда мы в 90-е годах уверовали, мы были настолько горячие, мы ходили по улицам и раздавали брошюрки. Кто-то помнит, как называлось с брошюркой? Четыре духовных закона. И вот брошюрки это раздавали, сами, естественно, читали. И вот там первый духовный закон, он так и звучит. Все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного, ни одного. То есть человечество было обречено на погибель. Человечество было обречено на погибель. И вот я думаю, что вот этот как раз-таки пятый шаг, он вот соответствует вот этой ступени. У пророка Иеремии в 17 главе я часто привожу этот стих. Девятый. По памяти. Он очень простой. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто узнает его? И что говорит Господь? Я знаю. Бог знает наши сердца? Абсолютно. Разбирайся. То, что ты делаешь тайно, и ты думаешь, никто об этом никогда не узнает. На самом деле ты делаешь это на глазах у Бога. И нет ничего либо сокрытого от Него. И не можешь ничего раскрыть от Него. И даже так написано, что все тайные дела в определенный день они вскроются. Но будет исключение. Какое исключение? Что когда мы исповедуем грехи наши, то кровь Иисуса Христа очистит нас от всех наших беззаконий. И нам потом не будет стыдно. Представляешь, пришел на небо, а там перед всей вселенной на большом экране фильм показывает. С твоим участием. И фильм называется Все твои тайные дела. И этот фильм может быть хорошим. Потому что мы же и хорошие дела делаем. Потому Иисус Христос нас так учат. Тайно да се постишь. Тайно да се молишь. Тайно да се занимаваш с благотворительность. И когато правим тайно, воздает нам явно. Бог не воздава явно. И это Нагорная проповедь. това също планинска пора. Наш фильм будет хорошим. Нека наш фильм да е добър. церковь на скале. Сколько тайных дел сделала? Хороших благословенных. Добре дела. Благословения дела. Давайте мы пойдем дальше. Сегодня я тоже пройду еще три шага. Шестая ступень она говорит. Целиком подготовили себя к божественному избавлению нас от всех наших недостатков. И с целу да се подготвим за примахване на нашите всичките недостатки. За что тази программа е за верующих или за тези кои искат да поверят. За неверующих това звучит без луду. А кой ты иск го прочитай той няма да разбере какво това. Че в определен момент Бог не махване всичките недостатки. Давайте мы откроем место. И это тоже написано послание к римлянам в 10 главе 9 стиха. Вот 9 стих. Вам здесь как не душно? Нормально. Так римлянам 10 глава с 9 стиха. Я думаю, что вот эти стихи мы должны просто знать наизусть. потому что написано если ты исповедуешь или сердцем верует праведности а устами исповедуют ко спасению. И давайте я прочту. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать что Бог воскресил его из мертвых то спасешься. Потому что сердцем верует праведности а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Елином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, что сделает? Спасется. Аллилуйя. 17 стих. 17 стих. Это же главы. Слушайте, это глава. Итак, вера отслышания, отслышание от Слова Божия. Вера отслышания, отслышание от Слова Божия. Верный отслышание, отслышание от Христовото Слово. То есть, к какому выводу мы приходим? Ком каков извод стигане? Чем больше я читаю Священное Писание, Слово Божие, тем больше растет моя вера. Толкова повече растет моята вера. И вот в этом центре реабилитации, в този реабилитационен центр, мы проводили очень много библейских семинаров. Все было настолько пропитано Божиим Словом. Всичко е било толкова исполнено с Божито Слово. Бивши уголовники. Бивши уголовници. Бивши наркомани. Наркомани. Знали Писание. Я не знаю, не могу сказать, что хорошо, они знали отлично. Не могу да кажа, че добре знаеха, те го знаеха много добре. И это... Отлично. Даже как-то помню, что я приехал в центре реабилитации очередной раз. И помню, че как-то обикновенно дойдох в този центре реабилитации. С проповедем. С проповед. И тут на меня бежит собака. Из-за днеш бяга куча к мен. Собака большая. И голяма куча. И, ну, такая, знаете, полупородистая, я бы так сказал. Напълно полупородистая. А вы знаете, у нас в Казахстане собаки не такие, как в Болгарии. И в Казахстане кучица не са как-то в Болгарии. Здесь смело подойдешь к собаке большой. Можешь да дойдешь при голяму куче. И можно то... Я видел, я думаю, что многие из вас видели это десятки раз. Можешь быть, сте визждали това много честно. Какая-то девушка, болгарка. Някому мичи, болгарка. Подходит к большому псу. Идва при голяму куче. Может быть, это хозяин идет с собакой. Можешь быть, твое ступание. Она их видит первый раз, я точно знаю. Потом узнал, узнавал, прояснял. Да, тя визждала за первый пыд това куче. Какой-то особенный подход к животным здесь в Болгарии. Особенный начин на упущение с животным деток. Слава на Бога. И вот подошла и начала тут же его гладить. Идва при него започкала на гугали. Обняла его там. Прогрежта го. Тут же дал, короче. Той започкала на дала свои лапи. Не обнимается, не целуется с псом, который... Целува се все равно с него вече. Такая собака породистая, которая реально для обеспечения защиты. Холодное оружие. Това и куча, което, по принципу, трябва да екату защита. И тут на меня бежит большая собака. И из-выднеш така бяга к мен гуляма куча. А вот в Казахстане собака может просто вот так наброситься. И в Казахстане куча можда се хвырли. Там собаки злые. Там те се зли. Ну, я вот так как бы... Я знаю, что вот надо... Если собака на тебя бежит, надо встать, руки опустить. И не шевелись. Трямо ты встанешь и да не се движишь. Я вот так встал и стою просто. Ну и жду, когда кто-то еще подойдет. Ну, подошли ребята-реабилитанты. Дойдоха-рехабилитатори. А она бегает вокруг меня. Тя бегала около мен, скача. Лапу поставила на грудь. Тя сложи лапа вверху грудь. Я говорю, чья это собака? Убейте. На кого я твоя куча? Махнете ее? Знаете, они не раздумывая. И те бездамислят. Говорят, это собака Иисуса Христа. Те казват, твоя куча на Иисуса Христос. Не переживайте. Не се притеснявайте. Я к чему об этом? Как вводя? Все было настолько пропитано Божьей славой, что у Иисуса Христа в этом центре была даже своя персональная личная собака. И имал свою личную кучу. Понимаете о чем? Вот все настолько пропитано. Я больше никогда не сталкивался с таким явлением. И больше никогда не встречал собак Иисуса Христа. Вот только там. И это Божья слава. Последнее место, которое хочу сегодня открыть, написано в послании к эфесянам. Послание к эфесянам. Вторая глава. С первого стиха. Апостол Павел также пишет. Апостол Павел пишет. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Вы знаете, что сатана есть князь, который господствует в воздухе. Он господствует во втором небе. Духа, действующая ныне в сынах противлений, между которыми и мы все жили некогда по нашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милости по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо, 8 стих, благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, Божий подарок, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Слава Богу. Я всегда говорю, когда мне говорят о том, что просто, да, бывших наркоманов не бывает. Как и бывших спецназовцев тоже не бывает. Это человек рано или поздно опять начнет колодство, или рано или поздно кого-нибудь прибьет. Что я говорю? Ну, сейчас уже за мной не говорю, я раньше говорил в Казахстане. Я говорю, знаете, тот Геннадий, которого вы когда-то знали, то есть Геннадий, когато сте познавали. Его больше не существует. Вече не существует. Его больше просто нет. Вече го няма просто. Он умер во Христе Иисусе. Той умря в Иисус Христос. И теперь я новое творение. И аз съм новое творение. Древнее все прошло. Минало е забравено вече. И теперь все новое. Сега всичко ново. Аминь. Вот, я вот стою перед вами. Я в прошлый раз сказал, я удивляюсь, почему я еще живой. Потому что наркозависимые или спецназовцы, или спортсмены. Вот я возвращался, разговаривал с... Наркозависимые или спортсмени. А всех бывших дзюдаистов, с которыми я занимался. И много спортистов, с които съм тренирал тайно. Каратисты. Они разошлись по силовым структурам. И те са се разделили. Я думаю, это повсеместная история, правда? Украина, Россия, Беларусь, Русия. И так далее. Весь бывший союз. Бивший союз. И когда я начал узнавать, а их уже нет, их все убивали. Да чувам за тях, вече и няма, вече са убити. Я благодарю моего Бога. И благодаря моего Бог, что я сегодня живой, да? Че днес съм жив. Не знаю, сколько мне еще осталось. Не знаю, сколько мне еще осталось. Думаю, минимально лет 50. Може би минимално още 50 години. Я принял решение жить до 107. Да живее до 107 години. Чтобы моя жена, супруга любимая, дожила хотя бы до 100. Да, моя супруга дожила и до 100 години. У нас разница ровно 7 лет. Мне 107, да. А с что выдано 100, а с что выдано 100. Наталья будет на 100, да. Так что отдаем это Господу Богу. И удаем этого на наше Бог. И сегодня я хочу в конце прочитать про вот эту благодать. Один брат, он тогда был просто слушателем. Он приходил в церковь, которую мы открыли. Церковь называлась Благая Вести. И я там был вторым пастором. И там бях вторый пастор. И проповедником. И после всех вот этих проповедей, которые он прослушал за 20 годы, и след проповедей, которые он слушал през тези години, он сделал для себя выводы. Той направил извуди за себе. Знаете, вот хорошо, когда вот человек сидит в собрании и записывает. Добре, когда в собрании этот человек сидит и записывает. Он просто сидел и вот так записывал. И он говорит, я хочу, чтобы вы вот это прочитали. Чем благодать отличается от закона? Это выводы, которые сделал лично я сам. Брата зовут Сергей Шлыков. Я хотел бы это прочитать. Искам да го прочитам. Я рад, что этот человек пришел именно к правильным выводам, я считаю. И с радом, что этот человек достигнул до правильных изгодов. Я хотел бы, чтобы, если есть, конечно, на проекторе, на русском языке, потому что хорошо, когда мы еще и читаем, потому что лучше запоминается. А мы будем с Оксаной с переводом, и я думаю, что будет время немножко запомнить. Первое. Закон требует от тебя совершенной святости и праведности. Благодать дарует тебе совершенную святость и праведность по вере в Иисуса Христа. Закон говорит, делай, 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 делай. Закон отказывает, направи, направи, направи. Благодать говорит, я уже все совершила. Приди и успокойся от дел своих. Третье. Закон говорит, никогда не забуду грехов твоих. Благодать говорит, я не вспомину грехов твоих больше. Аллилуйя. Четвертое. Закон дает тебе совесть, основанную на греховном мышлении. Четверто. Законът дает тебе совесть, основанную на праведности Иисуса Христа. Закон дает тебе переживание постоянного осуждения. Благодать дает тебе переживание 6. Указательный палец закона всегда указывает Тебе на Твой грех. 7. Закон всегда обвиняет. 8. Закон всегда обвиняет Тебя так, как будто Ты никогда не грешил. 8. Закон всегда обвиняет Тебя так, как будто Ты никогда не грешил. 9. Вот так Бог смотрит на нас. 10. Через призмата на Иисус Христа. 11. Через призмата на Того, что Он сделал для нас. 8. Закон берет непослушание Авраама и применяет его против Тебя. 11. Закон взима неподчинението на Авраам и го прилага срещу Тебя. 11. Благодать же использует послушание Христа и применяет его за Тебя. 12. Благодатът использует послушанието на Христос и го прилага вместо Тебя. 13. Колко е прекрасно. 9. Закон показывает Тебе, насколько Ты неправеден в глазах Божьих. 14. Закон показал, насколько Ты неправеден в очите на Бог. 15. Грязный, замаранный, запачканный. 15. Все Ваши одежды как запачканы. 16. Благодать показывает праведность твоих отношений с Богом. 17. Погода то показал праведность на Ваши отношения с Богом. 18. Десятое. 18. Под законом грех это бремя и ярмо. 20. Под законом грех это бремя и ярмо. 20. Благодать разрушает всякое ярмо. 21. Благодать то чупит всяких умод. 21. Закон помождает Тебя задаваться вопросом, что делать. 22. Закону Текара, да се запитваш, какво направи. Благодать же отвечает Иисус уже сделал за тебя и для тебя 12. Закон неудобненосимое бремя Благодать бремя радости Закон это служение смерти Благодать это служение жизни Закон это потухшая слава Благодать это слава Которая постоянно увеличивается Благодать это слава Която постоянно нараства 15. Закон требует от тебя Благодать же обеспечивает тебя 16. Закон полагается на твои возможности Благодать же полагается на возможности Бога. Ты всегда праведных в глазах Божих поверь Благодать разчита на возможностите на Бог Винаги сте праведен в очите на Бог Через вяра И последнее И последнее Закон никого не оправдывает Но обвиняет даже самых лучших Законът не оправдава никого Но обвинява дори най-добрите Благодать оправдывает и спасает Даже самых худших Богдата оправдава и спасява Дори най-лощите Можете ли да кажете Амин? Я уже заканчиваю Слава Богу Вече свършвам И тема нашего сегодняшнего служения И темата на нашето служение днес Истината сделает вас свободными Истината ще ви направи свободни Ако сына ви освободи на истина Ще будете свободни Откривате ли нещо ново за себе си днес? Знаете, вот ребята в центре реабилитации Тези хора в центре на реабилитацията Всяка сутрин се моляха От пет до шест Или от шест до седем сутринта И някога се моляха повече Но никога не по-малко И они молялись за сих пор Пока сила их не напълняла И те се моляха Докато силата не ги изпълни И потом они уже шли и что те делали След това вече Утиваха и правиха нещо Делали силы Божьейся. И това го правиха с силы Бога. Делали с Господом. Делали по благодати. По благодатью. Пусть и в нашей жизни будет больше молитвей. Нека в нашем жизни да има по-вечey молитвей. Нека да има по-вече радость. И по-вече благодарность. За то, что Он сделал для нас так многое. За то, что Твои е направил толкова много за нас. Мы можем сегодня жить по благодати. Ч programme делаем по благодати. Есть преимущество благодати перед Законом. Има ли предимство на Благодарю пред закона? Те са огромны, като небето и землята. Няма смысл дори да се рассеиваме. Упразнено написано. Закон упразнен заповедите на учения. По благодати жить намного лучше. По благодати живеешь много по-добре. Можешь да си счастлив постоянно. И нека Бог да ни благослови. Аминь. Слава Богу. Да, слава Богу. Знаете, я хочу сказать, что пастор дает это можно без перевода. Хочу сказать, что пастор дает очень мощнейший алгоритм освобождения от любой. Не только зависимости. Понимаете, вот кто-то сегодня не может справиться, да, чрезмерный аппетит или еще что-то. Не может справиться с какими-то пороками. Это алгоритм всего, понимаете. Вообще написано из славы в славу, от веры в веру и славу в славу. Бог хочет нас очищать все больше и больше. И вот, например, с чем я столкнулась? Я столкнулась с тем, что я когда уверовала, Бог меня освободил, все, радость прекрасная. И я думала, что все, грех ко мне не будет подступать. Я вообще такая. Но вы понимаете, что мы живем в мире, дьявол постоянно нас атакует. Я очень люблю Джойс Майер периодически слушать. И вот она недавно говорит, вы не победите бесов, пока вы не справитесь с беспорядком в доме. Когда у вас грязная посуда, не прибрано все, беспорядок дома, в жизни, в финансах, в голове, вы не думаете быть победителями бесов. Вот понимаете, есть элементарные вещи. Бог нас подводит к определенному уровню. И Он говорит, я хочу поработать своим характером. Кто-то лжет, кто-то не может от осуждения избавиться, кто-то не может словечки какие-то освободить. И мы говорим, да ладно, мы освобождены в Иисусе Христе. Да, освобождены. Но нам нужно сказать, Господь, Он раз раскрыл в тебе какую-то грань, Он хочет, чтобы мы были еще более оточены. И вы знаете, бесполезно бороться своими силами. И у нас есть прекрасная практика, это 12 шагов духовного освобождения. И знаете, я вот человек практически, я реально, если я слышу информацию, я понимаю, что ее нужно применять. Не так, послушал, ага, аллилуйя, и пошел. Потому что Слово Божье, оно что делает? Оно меняет нас. Оно имеет силу. И мы, когда принимаем просто его на уровне разума, послушали, обогатились и ушли. Нет, Слово Божье, оно, Бог хочет через свое слово менять нас, менять наши сердца, обновлять наш разум, наши жизни менять. Поэтому, я вот прошу реально, ну, пастор же будет еще повторять шаги? Записывайте, потому что приходит, сейчас мы все с этими, с мобильными устройствами достали там, кто где конспектирует, записали. Сталкивайтесь с какой-то проблемой, с каким-то вопросом. У меня есть алгоритм. Первое, это я прихожу к Господу и говорю, Господь, я не могу сам с этим справиться. Ну, я не знаю, бывали у вас такие, да, моменты, или только у меня бывает. Да, поэтому, ну, я вас призываю вот записывать, потому что это очень важная информация. Не подходите потом. У нас бывает, знаете, проповедь послушал, потом подходит. Пастор, скажите, а какой был третий шаг? А пастор два дня готовился, чтобы потом тебе повторить, какой третий шаг был и потратить пять минут времени на тебя. Давайте будем, ну, реально, эта информация, она очень, очень важная. Вот, чтобы у нас не было беспорядка в наших головах, чтобы мы были действительными победителями Иисуса Христа. Давайте мы помолимся за наши финансы. у нас, знаете, 12...